Люди отдыхают, гуляют, приходят, фотографируют. Место посещается туристами со всех стран. Мы будем продвигаться ближе к самому входу. Мы можем видеть, что сейчас ворота закрыты, ворота закрыты для посетителей, осталась одна охрана внутри. Также мы можем видеть и Хайфский порт, его залив, залив Хайфа. Если мы посмотрим далеко-далеко, то вот то место, вон то место. Это старый город Аку. Также из старого Аку. Очень красивая картина на Хайфу, на Хайфскую бухту. Ну а мы видим, что город немного в дымке. То ли Хамсин, то ли снежная буря, так сказать. Февраль месяц. Можем себе позволить. Оказывается, все открыто. Пускают. Можно заказать экскурсию на русском языке, отдельно, на иврите, на английском. Можем видеть количество людей, немного маленьких, кто фотографируется, кто уже уходит, кто уже уходит, кто заходит. Все делают все, что они хотят. Вот он, этот чудесный сад. Сама природа может быть красивой самой по себе. С помощью человека, который тоже создан природой. Природа может выглядеть и вот так. Разные красивые места в округе этого сада. Девчонки рассматривают уже сверху. Что, как, где. Каблучками стучат. Абсолютно все сделано. Человеческими руками, с душой. Все под линеечку, все подстрижено, ухожено. И абсолютно бесплатно. Очередной раз мы можем убедиться в количестве присутствующих людей в этом месте. Оно не может быть пустым. Имея такую красоту. Но все-таки мы пришли и видим, что да, это закрыто. Мы не можем попасть внутрь и пройти по всем лестницам этого чудного сада. Но общее впечатление мы можем получить. Потому что сегодня короткий день, пятница. В Израиле работают полдня. И мы видим, как уже ухаживают за этим садом. Моют, чистят. Отношения к природе, как к святому неприкосновенному. Все чистится, умывается. Меня даже на входе попросили выбросить жвачку. До такой степени следиться за чистотой в этом саду. Потому что мало ли мне взбредет через полчаса прилепить ее где-нибудь на периле. Несмотря на то, что здесь мусорники тоже вот так вот красиво, качественно сделаны. Под фонариком прицеплено. Прелесть что такое. Чья эта ручка такая? Ой, красивый маникюр. Мы хотим сделать это. Мы хотим сделать это. Даже несмотря, что сегодня он закрыт. И открыта только верхняя часть этого сада. Люди приходят, уходят, приходят, уходят. Даже кусочек этой маленькой красоты хотят увидеть, запечатлеть, запомнить как минимум. Спустившись на машине к нижнему входу бахайских садов, снова проходим через охрану на уходе. Вежливо пропросили не курить, чтобы, во-первых, не засырять окурками сад, а во-вторых, не раздражать дымом наслаждающихся средиземным воздухом посетителей. На территории сада нельзя жевать жвачки, кушать семечки, чипсы. В общем, есть во время прогулки ничего нельзя. Разнообразный комплекс ресторанов на любой вкус. У подножья бахайского храма. Кушайте до, кушайте после. Примите во внимание следующее. Если вы начали прогулку по саду с верхнего входа и машину припарковали там же, вам нужно будет как-то добираться обратно. То есть или автобус, или такси. Ну или подниматься вверх, при условии, что по каким-либо причинам какая-то из частей сада не закроется вдруг. Обходных путей нет. Немного выше, слева, находится всемирный центр бахайской религии. Есть места, где просто хочется помолчать и ничего не комментировать. Бахайские сады – это одно из таких мест. Оно просто завораживает. И вот мы снова попадаем к участку, который закрыт. Сегодня это связано с коротким рабочим днем и временем нашего пребывания. Вы спрашиваете, как это выглядит ночью? Пожалуйста. Так как только что прошел дождь, все мокрое, все красивое, но на севере страны, мы находимся в данный момент в Хайфе, до сих пор еще идет дождь. Надеюсь, мы сейчас увидим молнию. Мы слышим, как в одной из церквей началась служба. Это в старом городе, в нижнем городе, в Хайфе. Луна там где-то спряталась. Привет. Меня зовут Виктор. Если вам нравятся мои обзоры, можете продолжать смотреть на канале Йоу-Угу. Буду рад вам рассказать о красотах страны. И не только. Все виды своими глазами ухожены, чистые, как срыва. Такой вот Израиль. Спасибо за просмотр всех обзоров. Это одна из смотровых площадок Хайфы, с которой можно смотреть на все побережье Средиземного моря. Каждый отдыхает по-разному. Кто на кабриолете, кто просто на траве, лежа наслаждаясь воздухом, ну или сигаретным дымом. Кому что больше подходит. Ну и мы можем видеть, что это за обзорная площадка. Обзорная площадка называется Мицпе Гидон. Ну, как положено, посетители просто остановиться, посозерцать, посмотреть, как, что, где. Это нормально, это хорошо. Так выглядит мир, когда есть время просто погулять, просто насладиться. Воздухом впечатлений набраться новых. Глаза насвежить. Вид перед ними. Видим, развернули строительство внизу. И огромный стадион, который до него давнего времени не существовал. И вот, пожалуйста, Хайфский стадион. Это высотное здание. Основной офис электрокомпании Израиль, Феврат Хашмаль. Сразу справа от него каньон Хайфа. Каньон это, так сказать, мол. Каньон это на Иврите. Хайфский мол. Вдалеке красивое здание это гостиница. Гостиница Марина. Маринада. Точно не перепоминаю. Вы планируете поездку в Израиль? Зайдите на канал YoGoGo и посмотрите видео-обзоры страны. И вы будете знать точно, какие места вы хотите посетить, а какие нет. Не забудьте подписаться на канал, и вы вовремя получите интересную информацию об Израиле. Путешествуем вместе. YoGoGo.